У Габена опять проблема с семейниками Габена. Ну короче, с вот этим вот обновленным семейным доступом в Steam, о котором я уже выпускал несколько видосов. Значит, основное нововведение этого самого доступа, это наличие двух ролей, родителя и ребенка, внутри вот этой вот стимовской семьи. Ролевые игры, дело семейное. Причем родительский коккаунт получает полный контроль над к аккаунтом ребенка, состоящим в той же стимовской семье. То есть родитель может давать или наоборот запрещать доступ к определенным играм, а самое главное, ребенок не может покинуть семейный аккаунт. Его оттуда может выпихнуть только родитель. Ну или взрослый аккаунт, как это называется в терминологии Стима, то есть это не обязательно должен быть именно родитель, любой взрослый член этой семьи. Соответственно, если вдруг родитель проебет доступ к своему аккаунту, то детский аккаунт застрянет там навсегда. Ну или я не знаю, может быть там есть ограничения по возрасту, то есть когда владельцу аккаунта типа стукнет 18, он сможет им распоряжаться, хер его знает. Соответственно, на поверхности это вот такие вот функции родительского контроля, хотя лично я думаю, что основной смысл этого нововведения в том, что дети получают возможность заебывать аккаунты родителей, набирая себе в корзину игрушечек для дебилов, в которые они хотят поиграть, а после этого пингуя родительский аккаунт, чтобы родитель номер раз, или родитель номер два, или родитель номер три, это же Стимовская семья, ну в общем, короче, какой-нибудь взрослый оплатил эти покупки. Таким образом, принося доход самой в Ульве прежде всего, ну и разработчику игры заодно. Соответственно, на самом деле, с точки зрения использования внутри настоящей семьи, вполне себе востребованная функция для родителей, которые очень хотят контролировать своих детей. Например, отслеживать, сколько же именно времени, и в какой именно период суток, дититка проебала на игрушечке для дебилов, вместо того, чтобы заниматься фортепиано и делать уроки. Наверное, в каком-то случае такие меры оправданы, хотя лично когда я рос, ничего такого не было, родители вообще, как правило, ничего не понимали в компьютерных игрушках, играли мы, сколько влезет, и ничего, нормальными людьми выросли. Я вот богом ютуба стал, например. Ну да неважно. Соответственно, при использовании в рамках нормальной, то традиционной семьи, все окей. Но ты-то эту функцию используешь совершенно для других целей, чтобы поиграть на халяву в чужие игры, находящиеся в библиотеке в лучшем случае твоих друзей, а в большинстве случаев каких-то рандомов из интернета. И разумеется, рандомы из интернета ради мошенства или просто ради лузов начали использовать эту функцию, выбирая себе в жертву вот такое вот дитя неразумное. То есть предлагая присоединиться к семье каких-то рандомов в стиме, при этом став в ней ребенком, то есть получив детский аккаунт. И после того, как ты станешь членом такой семьи, учитывая, что ты там бесправный ребенок, кстати говоря, как и в настоящей семье тоже, короче, учитывая, что у тебя аккаунт бесправный, и родительский аккаунт имеет полную над ним власть, тебе блокируют доступ ко всем играм, включая те, которые находятся в твоей библиотеке. А потом, как правило, начинают вымогать что-то за то, чтобы ты смог покинуть эту семью. Ну то есть за то, чтобы тебя из нее выгнали. Я вот сейчас с большим трудом сдерживаюсь, ну у человека проблема, да, его обманули, но насмехаться как-то не очень красиво, потому что, как я уже очень часто говорил в своих видосах, я против уркоганства. Уркоганство оправдывает подход, что типа если человек лох, то его просто нужно облапошить. Я в корне против такого подхода к жизни, и я считаю, что наивный человек виноват лишь в том, что он доверял тому, кто его облапошил, больше, чем тот того заслуживает. Но в данном-то конкретном случае дело вовсе не в твоей наивности или несмышленности, а дело в элементарной жадности. Ты же в семью к рандомам заходил, чтобы получить возможность играть в чужие игры бесплатно. Ну вот и поплатился за нахаляву. Соответственно, в такой ситуации, если тебя развели через семенники Габена, бля, ебаный в рот, единственное твое спасение это техподдержка Стима. Потому что, отвечая на вопрос из этого коммента, аккаунт все еще принадлежит тебе. То есть угнать аккаунт через семейный доступ вроде как нельзя. Несмотря на то, что в заявленном функционале есть возможность у родительского аккаунта восстанавливать пароли на детские аккаунты, если пароли были утеряны или забыты. Я так подозреваю, что все равно при этом каким-то образом используется адрес электронной почты, к которому привязан аккаунт. Но тем не менее, даже если у тебя еще и аккаунт угнали, а не только посадили тебя в тюрьму киберкотлет, единственное твое спасение это техподдержка Стима. То есть тебе нужно обратиться туда через формы на сайте Стима. Возможно, придется подтвердить свой аккаунт, то есть приложить какие-то чеки или еще какое-то подтверждение. И только техподдержка Стима сможет тебя наконец-то освободить из такой вот нетрадиционной семьи пидорасов, блять. Я БОЛЬЮТУБА! ЛАЙК ПОДПИСЬКОЙ БУБЕНЦЫ! Субтитры создавал DimaTorzok